Всем привет дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на канале Каталог Воблеров. В ближайшем будущем, ну в самом ближайшем, я хочу сделать большое видео касательно реплик. Не просто лучшие реплики за прошлый сезон, а вообще лучшие реплики, которые я знаю, с которыми я был знаком. Ведь очень часто новички, когда обращаются за советом, спрашивают, вот подскажи какие дешевые в первую очередь взять воблера. Потому что вот, ну не знаю, получится, не получится, понравится, не понравится. Ну и много других ситуаций делают реплики все-таки достаточно востребованными, а иногда даже выше востребованными, чем дорогие японские воблеры. Для многих людей вот цена является основополагающим фактором, который должен отвечать за там характеристики качества, работы и так далее. Но не всегда это так. Я решил сделать несколько роликов по большим брендам воблеров и показать их провальные в нашей ситуации, для нашего рыболова, для нашей щуки решения. В одном из таких видео я рассказывал про вот эти вот широко там раскрученные, да, тройнички Катсуэга Хук. Об этом чуть позже мы еще поговорим. Сегодня же я хочу рассказать про вот эти джеколовские кольца. Об этом уже говорилось, писалось, но вот аргументированно, четко, просто, чтобы было понятно. Потому что инциденты потери приманок случаются и сейчас. Перед этим хочу вот сказать большое спасибо моему там самому горячему, наверное, поклоннику, который смотрит все видео, стабильненько клацает дизлайки и пытается критиковать то, что я говорю. Если я в чем-то не разбираюсь, я вроде бы как-то и не утверждаю ничего по темам, которые не мои. Да, я говорю, что там опыта мало или так или иначе. Но здесь вроде бы опыта очень много, ну, по крайней мере, в сотни раз больше, чем у некоторых моих горячих почитателей. И вот меня убивает просто, когда люди воспринимают какие-то моменты по рыбалке на веру. Друзья, ну разве это религия? Разве у нас нет каких-то физических понятий в рыбалке, от которых можно оттолкнуться? Есть логический путь анализа приманки, работы приманки. Есть практический путь анализа. Но давайте начнем с логики. Ведь практики я не увидел у этого человека, полазил по каналу. Итак, очень серьезно. Чувак серьезный, и вы будьте предельно серьезными. Заключение для всех тех, кто изучал такую дисциплину в институте, как логика. Этот троник с вывернутыми бородами нифига вам не обеспечит больше сходов, но достать и спасти щуки его легче. Моя логика всегда работает так. Если легче, то что это значит? Логические причинные связи. Кто философию учил? Очень популярный философ был Сократ. Он жил на 300 лет раньше Иисуса, там плюс-минус, да, так точно не помню. И вот до сих пор очень широко тиражируют. Мужик вроде бы был по жизни простой, но глаголил такие основополагающие истины, которые актуальны и в нынешнее время. Истина критики не терпит. Логика. Причинно-следственные связи. Если проще достать, что это значит? Какая связь? Это значит, что один троник, который проще достать по сравнению с другим, сидит там хуже, фиксирует ткань хуже. Правильно или нет? Друзья, ну напишите, возможно какой-то там профессор логики есть из числа моих зрителей. Отпишите, я прав или не прав? Потому что, ну, может быть я шизанутый немного, может быть горячий почитатель мой шизанутый, может все мы вместе взятые шизанутые. Но мне просто интересно услышать ваше мнение. Если освободить проще, держится как тройник в пасти. Лучше, хуже или так же? Моя логика говорит, что хуже. Что такое сход? Что такое потеря трофея? Это самопроизвольное освобождение тройника. Так если легче его извлечь, сколько будет этих самопроизвольных извлечений? Так же, как и по сравнению с обычным? Или больше? Ну, логика говорит однозначно, что больше, если извлечь легче. Но я вам хочу сказать, что нифига не легче его извлечь, если все трижала войдут в ткань. По понятным для здравомыслящих людей причинам. Смоделируйте, либо на чем. Работает все идентично. Принцип работы, можно сказать, это механика. Она одинакова для всего. Если идти практическим путем, то есть несколько человек, которые там вроде бы фотки выложили. Я посмотрел на эти фотки, поржал, короче. И каждый фотки выкладывает и пишет свои там какие-то уже такие утверждения, вот стопроцентные. Я посмотрел, ну воблеры реально новые. Если, посмотрите, вот на состояние этой приманки. Я уже не один раз говорил об этом. Если воблер был в работе, этот воблер поймал всего ничего. Это Мегабас Левикс Ревенч. Я говорю, что он реально классный, но у него есть слабые стороны, которых вы должны знать при его покупке, чтобы совершить покупку, чтобы она вас радовала. Этот воблер поймал, по-моему, 7 щук и несколько сходов было с него. Посмотрите, как он выглядит. Если две сотни раз бросить такой воблер, то останутся повреждения от крючков. То есть рабочую приманку видно сразу. Смотрите, какая ситуация. Для того, чтобы что-то утверждать в рыбалке, нужно, ну то есть статистически какой-то результат оглашать. Нужно количество. Если взять один воблер, бросить его один раз и поймать на этой проводке одну щуку, то смело можно утверждать, что это стопроцентная реализация. Он и не сливает рыбу, но он еще и всегда работает, этот воблер. Потому, чтобы что-то понимать, нужно опыт, емкий, большой, нужно большое количество поимки щуки. Вот когда вы поймаете за сотню хвостов на вот такие странички, вы, я думаю, будете так же, как и я, сетовать на них. Ну, в общем, это такое. Любезный привет. Да, сбросили ссылку, посмотрел. Респект, красавчик вообще. На выставке постараюсь тебя поймать. Поговорим ближе. В общем, этот самый, Джекл. Это одна из немногих фирм, которая оставила свое производство в Японии. Одна из дорогих фирм. Воблеры, которые я очень люблю, но и у них есть проблемы. Касаемо 110-го реренджа, это ж японцы сделали, это не мы с вами сделали, это дорогие воблера. У них тройники, да с длинными ножками, и вот часто два тройничка цепляются. Я проблему эту описал, отправил кому надо, и вроде бы пообещали, что в следующих партиях либо сами тройники изменят, либо один из них, ну, должны как-то решить эту проблему. Но чей это прокол? Это прокол одной из крупнейших, да, фирм на рынке. И скажите мне, что это не так. В общем, вот эти колечки. Есть еще один человек, которого я очень уважаю. Сейчас серьезно говорю, полностью серьезно, который очень мне нравится. Если у меня есть время, я могу зайти в интернет, то я посмотрю либо Сибиряка, либо Сашу Тайменя, либо еще кого-то из моих друзей, либо этого человека. Не хочу там именно называть, но, в общем, хочу вот некоторые тонкости в его высказывание внести. Смотрите, друзья, вот есть конкретный пример, человек пожаловался, говорит, так и так, послушал тебя, послушал его, купил, не снял это колечко и потерял на первой рыбалке. Эти кольца могут применяться и не вызывать к себе никаких вопросов. Потому что ситуации применения воблеров с такими колечками разные. Какие, вы спросите, это ситуации? Это разные поводки. Если вы используете скрутку, то какой диаметр проволоки, который проходит через это кольцо? Чаще всего это 0,3 мм. Если вы используете титановый поводок, либо флюрокарбоновый, там стоят американки. Толщина проволоки на застежке, на достаточно мелких размерах, которые редко используются, в два раза толще, чем толщина проволоки на скрутке. Если это большая какая-то застежка, более подходящая для крупных приманок в частности, то там может быть и коэффициент сравнения немного выше. Там может быть 0,7 мм сечения проволоки и так далее. То есть, если толстая проволока, соответственно, ей тяжелее попасть между витками вот такого заводного кольца. Если скрутка, то намного проще. Вы со мной согласитесь, это логическая пока что цепочка. Если проволока попала между этими виточками, то при использовании обычного заводного кольца, ей нужно два витка там как-то продвигаться. Пройти через эти витки, чтобы соскочить. Здесь же, если она попала между витками, то ише пропало. Ну, пол оборота, вернее, пол колечка нужно пройти и все. Потеря приманки. Потому вот такие мелкие нюансы вроде бы, я не знаю, как японцы там ловят скрутками, не ловят скрутками. Возможно, для них это вообще не принципиально, потому что все пользуются вот такими застежками. Я не знаю, я не японец, я не ловлю баса, не могу сказать. Но для нашего рынка, для наших условий, для нашей рыбалки это прокол. Если говорить о практике, то я очень много, реально много общаюсь со своими зрителями. Если не всем отвечаю, не обижайтесь. Ну, ты заходишь вот в личные сообщения, начинается переписка и с одним человеком, ну это может быть 100 сообщений, 150 с одним. А когда у тебя сотня сообщений висит, то ну, не обижайтесь. Должны все все понимать, все относительно просто. Жалоб найти. Кольца много. Было, есть и наверное будет, если вы продолжите их использовать. Практически на всех моделях Минохах, Минох, эти колечки нужно просто снять и выбросить. Потому что кроме того, что это риск потери приманки при использовании, вот допустим, да, скрутки, то это кольцо как дополнительное шарнирное соединение позволяет поводку слаживаться с приманкой параллельно и повышает количество захлестов тройников за поводок. Для нас, для нашего рыболова, для наших условий эти колечки это откровенный прокол. фирмы, которая на данный момент является очень известной, востребованной и дорогой на нашем рынке. Так что вот такой пример. Я знаю, что все равно кто-то там напишет, как под видео о крючках, что вы там думаете, что ты умнее японцев. Друзья, извините за наглость, но одно из следующих видео будет о смазках, которые мы разработали. И если и о их рабочих характеристиках, ну, сложно спорить. Это нужно опыт получить, обслужить, понять, насколько они круче там некоторых других. Но, чтобы не нарываться на плохие там комментарии, как минимум не хуже. Но стоить они будут синтетика, как минимум не хуже японцев. Будет стоить дешевле, чем хорошая минералка, та же Shimano. Конечно, я вам просто покажу тару. Вот это так наглядно, и вы уже сами скажете, вот кто, возможно, умнее по отдельным моментам. Японцы Shimano Daiva, которые упакуют свою смазку в аэрозольные баллоны. Либо все-таки какая-то украинская, никому не известная фирмочка, которая поставила на колени японских производителей и надавала им по щекам. Да извините за наглость, но картинку я вам покажу. Всем большое спасибо за просмотр. Все, что вы слышите на ютубе, анализируйте, не принимайте ничего на веру. Логика даст вам частичный, но точный результат, практика уже добренько. Все, всем пока, всем не хвоста.